МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поставки электроэнергии в Крым могут возобновиться в ближайшее время в объеме не более 250 мегаватт. Такая договоренность была достигнута инициаторами гражданской блокады Крыма с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Напомним, полуостров уже третью неделю остается без света вследствие подрыва электроопор на Херсонжине и недопуска к ним ремонтных бригад участниками акции на админгранице. Что будет происходить в Крыму, если эти 220 мегаватт туда пидут? Они, благодаря этим мегаваттам и тем, которые виробляют в Крыму, а уже начали отримать из материковой Росии, они, если захочут, смогут полностью, если захочут, могут полностью обеспечивать потребы граждан и социальной сферы. На жаль, мы думаем, что они этого делать не будут. Они будут значительно в частности этой электроэнергии снова спрямовывать на войсковые частины. По информации Чубарова, общая потребность Крыма в электроэнергии составляет более тысячи мегаватт. Такого объема хватало для обеспечения всех нужд крымчан. Однако этой же электроэнергией на полуострове также обеспечивались российские воинские части и оккупационные спецслужбы. Прекращение поставок электроэнергии с материковой Украины повлекло за собой множество проблем. А полуостров уже третью неделю живет в режиме чрезвычайной ситуации. У вас тоже света не дают. Пошли домой. Идем. Мы же не знаем, как там на Балаклавском, на Кольце, на Маршала Жукова. Вот говорят, что там все время горит свет. Почему говорят, его видно с нашей... А здесь выключают, конечно. Здесь выключают. Участники гражданской блокады Крыма заявляют, что не допустят возобновления подачи электричества на полуостров, поскольку считают это предательством государственных интересов Украины. Крымчане, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», теперь тоже отказываются от украинской электроэнергии, несмотря на все сложности, с которыми они столкнулись из-за ее отсутствия. Возобновить? Да мы уже настроены, чтобы Россия уже с Украиной, вы знаете, как сейчас, не особенно как-то. Не очень надеемся на них. Нас они уже подвели, так что надежды очень мало на нее, на Украину. Боже, упасть, зачем? Они нам такой пакет сделали, и еще, значит, так сказать, идти у них на поводу нет, нет, ни за что. Что бы вам сказать? Пусть они кушают ее сами. Ой, 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 нет, не надо, не надо. С Украиной надо разделываться. Переговоры с украинскими властями о возобновлении и подаче электроэнергии на полуостров продолжатся. Инициаторы гражданской блокады Крыма требуют, чтобы ее объем был ограничен, а из договора о поставках была исключена формулировка «Крымский федеральный округ». Представители правого сектора заявляют о прекращении своего участия в гражданской блокаде Крыма, если подача электроэнергии на оккупированный полуостров будет возобновлена. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на его официальном сайте. Возобновление энергоснабжения Крыма в правом секторе называют предательством государственных интересов Украины, и поэтому, если это произойдет, не видят смысла в дальнейшем блокировании оккупированного полуострова. В то же время в правом секторе отметили, что оставляют за собой право контролировать и не допускать поставки в Крым грузов в другом формате. Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время подача электроэнергии в Крым будет продолжена в объеме не более 250 мегаватт. Однако этой ночью активисты правого сектора не допустили бригады ремонтников к поврежденным опорам на линии электропередач «Каховка-Титан». Гражданское блокирование подачи электроэнергии в Крым продолжается третью неделю. Все это время регион живет в режиме чрезвычайной ситуации. Электроэнергия там подается за счет собственной генерации, а также генераторов, завезенных из России. В перечень крымских объектов, не подлежащих отключению, вошли больницы, хлебозаводы, пекарни и социальные объекты, а также суды, полиция и воинские части. Украинские власти продолжают затягивать процесс ратификации Римского устава, который позволил бы расширить юрисдикцию Международного уголовного суда на территорию Украины. Как заявляют представители международных общественных организаций, несмотря на все заявления и декларации украинских властей, ратификация Римского устава пока так и остается, только на словах. Притом затягивает процесс в том числе и президент Украины Петр Порошенко, заявляют эксперты Демокрэйси Репортинг Интернешнл. Ведущий советник организации по конституционным вопросам Николай Гнатовский напомнил, что глава государства внес проект изменений в Конституцию Украины относительно правосудия. Однако этот документ вступает в силу только через три года после утверждения. И откладывание ратификации, после того, как мы вызнали юрисдикцию суду, этим специальными декларациями, оно не имеет практического сенсора. То есть мы ничего не выиграем. Эксперты отмечают, ратификация Украины и Римского устава необходима для эффективного расследования преступлений, связанных с российской аннексией Крыма и войной на Донбассе. Оба эти обстоятельства подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. По словам исполнительного директора Амнестии Интернешнл в Украине Татьяны Мазур, украинские власти выражают поддержку идеи ратификации Римского устава, декларируют его как обязательство Украины перед ЕС. Однако не спешит говорить о том, когда именно это произойдет. После того, как мы увидели проект изменения к Конституции, мы понимали, что нужно уточнить, задавать выточненные вопросы и задавать, когда они, когда мы можем рассчитывать на ратификацию Римского статута. Эксперты напомнили, что Украина подписала две декларации, которые признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Первая касалась преступлений властей беглого президента Украины Виктора Януковича в отношении граждан во время революции достоинства. Вторая – вооруженного конфликта на территорию Украины, включая аннексированный Крым и оккупированную часть Донбасса. Украина, по сути, стала страной, которая полностью признала юрисдикцию Международного криминального суда. То есть проблема ратификации, она в том, что Украина теперь может стать полноценной участницей Римского статута и набути все права, которые Римский статут надает державе, что его ратификувало. Эксперты отмечают, в украинском обществе уровень поддержки ратификации Римского устава достаточно велик, поскольку граждане не доверяют украинской системе правосудия. Поэтому Римский устав, по их мнению, должен стать ключевым в контексте глобальных реформ судебной системы. У крымского сафари-парка «Тайган» изъяли резервный источник электроснабжения. Дизельный генератор, который всего неделю назад был передан парку Министерством чрезвычайных ситуаций России. По словам директора «Тайгана» Олега Зубкова, изъятие генератора произошло по решению штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций в Крыму. Сейчас без света и тепла в сафари-парке находятся 40 амурских тигров, редчайшие белые львы, шимпанзе, и 250 бразильских обезьян. За мной без света парк «Тайган», а там сотни и 2000 животных и птиц, которые опять должны бороться между жизнью и смертью, потому что кому-то захотелось вернуть генератор на склад «Крымэнерго». Генератор увезли, и новый приедет только через два дня из Москвы ближайший генератор, но эти два дня нужно нам прожить вместе с обезьянами, тигрятами, львятами и еще десятками и сотнями других зверей, которые нуждаются в апогреве. По данным крымских СМИ, генератор из «Тайгана» был направлен на нужды пиво-безалкогольного комбината «Крым» и сети супермаркетов «АТБ». Трудно понять, почему так поступают те руководители, от кого зависят эти решения, но мне кажется, что это обыкновенный фашизм. Так нельзя поступать, выбирая. Я не вижу острой необходимости забирать было этот генератор именно вот сейчас. Для спасения парка Львов-Тайган и зоопарка «Сказка» Олег Зубков написал открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просит защитить его зоопарки от некомпетентных действий вице-премьера оккупационного правительства Крыма Николая Янаки и так называемого прокурора Крыма Натальи Поклонской.